Всем привет, с вами Фокс, и сегодня мы с вами поговорим о реплике бронежилета TACTEK от фирмы ARSARMA. У меня данный бронежилет находится в расцветке мультика, но он также выпускается в таких расцветках, как Takode, Sunstone, Storm, Dark Navy и черный. Начнем с того, что бронежилет у нас выполнен из кордуры не более 500. На переднем чехле у нас есть привычные нам все стропы моли, они у нас находятся на откидном флэпе, их тут 3 стропы по 8 ячеек. Откидной флэп у нас очень хорошо фиксируется двумя маленькими лямками на велкро. Немного выше у нас находится велкро панель с такими прорезями, как называемыми моли минус. Они нужны для того, чтобы вы могли крепить на велкро панели не только патчи, но и нужные вам подсумки. Немного ниже у нас находится также моли минус, но уже без велкро. Под велкро панели у нас находится большая вместительная админка, которую вы сможете с легкостью открыть с помощью вот этого вот маленького хлясти. Также с админкой у вас не сможет ничего выпасть, так как фиксируется она на линии велкро. Над админкой у нас находится быстрый сброс. Нужно всего лишь отклеить его от линии велкро. И нужно всего лишь потянуть. Но мы этого делать не будем, потому что бронежилет нам нужен еще целый. Итак, вот и все. Давайте теперь перейдем к заднему чехлу. В заднем чехле у нас также есть стропы моли. Они находятся у нас снизу. Их тут также три стропы по восемь ячеек. Выше по всему заднему чехлу у нас находятся стропы моли минус. И также присутствует велкро панель. Немного выше заднего чехла у нас есть эвакуационная ручка, которая очень хорошо спроектирована. Сейчас я вам это покажу. Ее нужно всего лишь отклеить от велкро и потянуть вверх. На самом деле очень-очень-очень легко это все происходит. И очень легко ее обратно убрать. Теперь давайте поговорим немного о лямках. Лямки на самом деле здесь очень удобные, мягкие и комфортные. И находиться в бронежилете одно удовольствие. Мне, например, бронежилет совсем не давит на плечи, что очень круто, как по мне. Итак, фиксируются они на велкро. Вот. И здесь, как, в принципе, на всех бронежилетах, мы можем увидеть регулировку. Но о регулировке мы поговорим немного попозже. Итак, основная регулировка у данного бронежилета у нас осуществляется с помощью вот этого троса, который также отвечает у нас за быстрый сброс бронежилета. Вам нужно продеть вот этот данный трос во все стропы, которые у нас идут, по плечевым лямкам. И, собственно, так же проходит и через заднюю панель. Теперь, уходя вот сюда к камербанду вниз, за счет этого у нас регулируется и длина камербанда. Ну и еще одна регулировка камербанда у нас осуществляется с помощью велкро, которая располагается у нас под откидным флепом. Собственно, вот так вот оно у нас и выглядит. Ну а теперь немного про камербанду. Камербанд на данном бронежилете у нас идет скелетонизированный. И оснащен такими тянущимися вставками, которые позволяют вам дышать и двигаться без дискомфорта. Давайте теперь посмотрим внутреннюю часть бронежилета. Итак, передний и задний чехол у нас практически ничем не отличаются. Только единственное отличие, которое есть, это у нас на переднем чехле есть такая линия велкро. А так, в принципе, они идентичны. Итак, что же у нас тут есть? Здесь у нас есть такие пришитые подушки для лучшей циркуляции воздуха. Они у нас идут с поролоновой вставкой и такая сетчатая поверхность у них. На самом деле подушки это очень удобная вещь, так как бронежилет у вас не сильно плотно прилегает к телу и позволяет лучше циркулировать в воздуху. С внутренней части плечевые лямки у нас тоже идут с такой поролоновой вставкой и с сетчатой поверхностью. Для того, чтобы нам открыть чехол для установки бронеплиты или пожимуляжа, например, нам нужно сначала открыть передний флэп откидной. Он у нас закрыт на вот таких вот лямочках на велкро. Далее у нас здесь есть еще полоса велкро, которую также нам нужно открыть. Дальше у нас опять открывание велкро. Вот здесь уже немного легче, так как здесь есть вот такой вот лястик. Мы просто за него тянем и открываем. Итак, все, добрались мы до нашей плиты. У меня здесь стоит плита М-размера. Это у меня муляж. Вот такая вот плита М-размера очень хорошо там помещается. Ну что ж, давайте теперь подведем итог. Данный бронежилет мне очень сильно понравился. Он удобный, мягкий, комфортный, очень качественно прошит. Очень понравилась задумка с эвакционной ручкой. Очень круто ребята спроектировали. И хотелось бы отнести регулировку и к плюсам, и к минусам. К минусам, потому что очень-очень сложно было мне ее одной регулировать. Ну и к плюсам, потому что я смогла отрегулировать данный бронежилет под себя. Вы сможете также его отрегулировать на абсолютно любой размер. И вам будет в нем комфортно и удобно. Ну вот и все. Спасибо большое магазину Orion Spets за предоставленный им бронежилет. И огромное спасибо вам, ребята, за просмотр. И всем пока-пока.